Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать о том, как искать отель за границей. Дело в том, что вот сейчас мы находимся в путешествии, и сейчас мы уже третий день путешествуем. Мы поехали не зная куда абсолютно на машине. Мы традиционно ездим с детьми, и мы ничего не готовили заранее. То есть мы посмотрели по карте, куда мы хотим поехать. Но маршрут заранее мы не оговаривали. У нас была программа «Максимум» проехать через Грузию и в Турцию. В Турции до Кемера, потому что дети любят горы. И с одной стороны, с другой стороны, дети любят море. Ну, горы и море – это Турция и Грузия, нам показалось. К тому же в Грузии мы ни разу не были, в Турции мы уже были. Но никогда не знаешь, когда едешь на машине, куда ты доедешь. Потому что могут быть пробки, могут быть какие-то аварии и прочее, и прочее. Машина может сломаться. Поэтому мы ничего не планировали заранее, во-первых. Во-вторых, заранее мы деньги не покупали, естественно, потому что я уже говорил, что деньги проще пользоваться карточками за границей и снимать их из банкомата в местной валюте, конвертуры непосредственно из рублей в местную валюту. Итак, сейчас я хочу рассказать о том, как мы ищем обычно гостиницу. Я исхожу из того, что когда мы путешествуем, то мы же путешествуем не одни, есть тысячи людей путешествуют, и когда они приезжают в какую-то другую страну, то где-то же они находят жилье. Поэтому чем мы хуже других, и мы точно совершенно тоже найдем жилье. И вот так и случилось на этот раз. Дело в том, что мы пересекли грузинскую границу, мы въехали в Грузию в 2 часа ночи. И, ну, первую ночь мы провели, у нас была палатка с собой под Ростовом, мы проехали тысячу километров и переночевали в палатке. Мы берем с собой палатку, на всякий случай. Вот, и она нам сэкономила кучу денег, надо сказать, потому что, ну, палатка стоит 6 тысяч, а каждый ночлег, ну, бывает такое, что и 6-7 тысяч стоит. Вот. В 2 часа ночи, в общем-то, мы были уже измотаны, и я был готов заплатить любые деньги, в принципе. Мы въехали в Степанцминду, это первый населенный пункт, который был в Грузии, и там был достаточно такой приличный отель на главной площади. Мы остановились там, и я пошел узнавать, есть ли номера, хотя шансов, конечно, никаких особых не было. Ну, оказалось, что номеров на нас нет, таких, какие нужны, то есть, там, ну, 2 номера стоило дороговато. Но, когда мы останавливались на площади, в одной из машин, прямо в которой мы уткнулись, сидел мужчина, грузин. И, когда я пошел в отель, он подошел к женщинам, которые остались в машине, и спросил, что не ищем ли мы жилье. Вот. Соответственно, когда я вернулся, я подошел к этому мужчине, сказал, что да, нам нужно жилье на 4 человека. Вот. Ну, у него жилья не оказалось на 4-х. Он сказал, что сейчас я позову своего товарища, у которого есть номер как раз на 4-х. И подошел мужчина, достаточно такого, ну, не очень, может быть, вида такого устрашающего, на самом деле, вида он был, ну, черт его знает. Ну, он сказал, что да, у него есть прекрасный номер, поехали за ним. И мы договорились, что это будет стоить 100 лари. Он сказал, что, ну, естественно, карточку он не принимал, поэтому, ну, он готов был принять рубли, естественно, но курс был заглубенный. Поэтому он показал мне банкомат, где я могу снять. Я снял деньги в банкомате с карточки Тинькофф, которая дает деньги без комиссии в любом банкомате мира от 3 тысяч рублей. То есть я снял 200 лари, я потом посмотрел 5600 рублей это стоило за 200 лари. И мужчина 100 лари за ночь нас взял. То есть, ну, по нашим меркам это очень дешево, я считаю. Номер был шикарный. И место Степанцминды, оно непосредственно за границей, перевал, горы. И там на горе была церковь, очень красивая такая церковь Святой Троицы, как потом оказалось. И там же прямо Казбек, вот он рядом. И, соответственно, мы решили остаться там еще на одну ночь. Потому что, ну, мы решили взойти на гору, к храму, посмотреть храм, посмотреть на горы. Ну, и отдохнуть от долгого путешествия, потому что мы, честно говоря, были измотаны. Что мы и сделали. Мы остановились там еще на одну ночь. Сказали хозяину, что мы хотим провести еще ночь. И, собственно говоря, все. Вот. Дальше мы решили ехать в Мцхету и Тбилиси. Что мы благополучно сделали. Только что мы въехали в Тбилиси. И в Тбилиси мы смотрели, ну, предварительно хостелы. Всякие где подешевле. Вот. Но мы присмотрели два хостела. Один из них был далеговато, а второй поближе. Мы просто запомнили адрес. Мы не бронировали заранее место. Мы нашли этот хостел, пришли туда. Ну, в общем, там номера были. Два человека в номере для мужчин, два человека в номере для женщин. А и номера по восемь человек. Это было очень дешево, конечно, в районе тысячи рублей. Но как-то мы не захотели там останавливаться. Вот. И мы просто пошли по улице искать другие варианты. Просто шли по улице, искали. Мы свернули в сторону и искали. Потому что, ну, как можно же найти всегда гостиницу. И, ну, мы увидели еще один хостел сначала, которым нам не открыли. Следующая была гостиница. Она была очень симпатичная. А, первая была совсем шикарная гостиница. Мы в нее даже не сходили. Дальше была маленькая, очень уютная гостиница. Но в которой, к сожалению, был всего один номер. И тот двухместный, плюс диванчик. А нас четверо. Поэтому, ну, он посоветовал нам зайти буквально за угол. Вот там, говорит, есть еще гостиницы. Они будут подешевле. Что мы, собственно говоря, и сделали. И вот сейчас мы просто вот абсолютно не зная заранее, где мы будем ночевать, нашли номер всего за 120 лари. Правда, он тоже на троих. Но что делать. И здесь за углом дальше есть еще Royal Hotel, к которому просто мы не дошли. Возможно, там был бы номер лучше. Вот. Ну, что я хочу сказать. Что все-таки лучше заранее заказывать. За один день, за одну, вот, как бы, на следующий день мы обычно все-таки не делаем таких экспериментов, заказываем. Потому что, ну, однажды мы остались, в общем-то, только один раз за многочисленные свои путешествия мы не смогли найти отель. Это было в местечке Империя, на побережье Италии. Это курортный городок, как бы. Но там было все комплекто, 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 комплекто. Я обошел штук 15 отелей, все было комплекто. И в конце концов я начал спрашивать про кемпинги. Но в кемпингах-то уж точно найдется место. Вот. И в кемпингах всегда есть душ. Но даже в кемпинге, в общем-то, не было места. Ну, мы договорились. Договорились с тетенькой. При условии, что мы съедем на утро, мы договорились. И мы там провели незабываемое время в этом кемпинге, потому что там было очень весело. Была дискотека там. Мы хорошо выпили итальянского вина. Вот. Здесь, ну, пока от Грузии все самые лучшие впечатления. И, ну, смысл какой? Не бойтесь, ребята. Путешествуйте смело. Вы всегда сможете найти решение своих проблем. И путешествие будет незабываемым, потому что вы нашли... Ну, будет о чем вспомнить, во-первых. Во-вторых, ну, значит, они проблемы все решаются, и от этого просто радостно. А дальше мы наслаждаемся жизнью, наслаждаемся тем, что мы смотрим новые места. Мы сегодня были в великолепном храме в Мацхете. Это храм, в котором крестились практически все грузинские цари. Это очень сильное место энергетически. И Церковь Святой Троицы тоже, несомненно, очень сильное энергетическое место в Степанцминде. И вечером мы пили грузинское вино и смотрели на гору Казбеги. Это было очень здорово. Нам очень всем понравилось там. И сейчас вот мы пойдем гулять по Тбилиси. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий.